Это такая возможность начать что-то новое. Из боли, потерь, страданий вырастает такая воля к преобразованию. И это преобразование Украины нуждается. Потому что старые социалистические методы, мы их знаем, они не работают. Мы все выходцы из социализма. И хочется чего-то другого для своих детей. Первое, чем вальдургская педагогика отличается от советской, обычно тем, что ребенка принимают с уважением и благоговением, воспитывают в любви, отпускают в свободе. Вот такой принцип. Это очень коротко. Ее методика и дидактика строятся на законах развития человека. То есть ребенок как человек, как индивидуальность, со своими индивидуальными способностями, которым нужно дать место и пространство развиться. То есть у каждого ребенка изначально есть определенные способности. В том или ином направлении более талантливые. Их нужно уравновешивать и в этом возможность развиться. Вот это как бы такое. 13 лет длился эксперимент. Вот я вам покажу потом эти законы. Министерство, у меня в сети, есть исследования. Четырех вальдургские школы Украины. В Украине четыре вальдургские школы официальные. Они исследовались и уже совершенно официально приняты и даже требуется вальдургская педагогика и ее поширение и так далее в Украине. То есть государство очень нас поддерживает. Финансово эти все школы государственные, они оплачиваются государством, дают помещение и так далее. Я думаю, что шанс в Украине есть. И как бы, ну эти все административные вещи, это одна сторона. То есть на нее как бы особо надеяться не стоит. А я думаю, что все больше и больше появляется пробужденных людей, которые готовы к этому. И мы хотим вообще посмотреть. И вот придут 60 человек, мы не знаем, кто это. Учителя, родители, кто это за ним. Мы хотим познакомиться. Мы хотим узнать, чем люди живут, какие у них потребности, какие у них ожидания от этого семинара, например. И как бы идея такая, найти активный круг людей, молодых людей, мыслящих людей, которые бы готовы были дальше развивать эту педагогику. И, конечно же, первое, это учеба. Первое, что нужно, очень важно понимать, что школа – это часть социального организма. И что этот организм состоит из трех частей. Правовой, хозяйственной, экономической и культурной. Да? Ну, heißt так. Духовной, духовно-культурной. И каждая школа сама по себе тоже такой социальный организм маленький, который встроен в этот большой организм социальный. И он будет проводить такой воркшоп. Это не только лекции, чтобы сами на практике люди пытались найти и поискать, как вот школа встраивается в этот социальный, как работает этот социальный организм, как вот эти три составляющие между собой функционируют, и как школа туда вписывается. Особенность школы, что она образовывает, воспитывает детей к индивидуальным способностям, у каждого свои индивидуальные способности. Ну, и все эти индивидуальности в совершенно разных областях, в разных профессиях, они будут в этом социальном организме большом где-то участвовать как-то. Воля. И это тоже в этих школах развивается. Не просто божание – хочу, ой, не смог все. И терпение, також бачение о тією цели. И понимание, как в рослинце, как в этой педагогице есть – из зерна побачить плит. Не сразу отрисовать эти плоды. Насадить их можно, но что мы потом будем собирать? И как этот процесс будет тут идти, мне самим очень интересно. И я всегда все-таки знаю, что и с чиновниками, и с трудностями можно обходить. И тому, если будет вопрос, будет ответ. Пока что сильно планировать. В Немеччине это можно делать. Ты приезжаешь сюда и смотришься. С этой ситуацией варто. Но я очень благодарна, что есть такие люди, где Ирина Конанецця стоит, есть бригада таких организаторов, которые на месте уже не все готовы. Они уже столько тут сделали, и для них, возможно, будет много нового. И они также могут сказать, что это такое? Мы не так думали. Но это уже группа людей, которые скажут, дайте нам, что. А вот что, будем разбираться. Семь. 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 Страшно, а вот мы старше. Семь. Продолжение следует...